Возьмите память, старайтесь соблюдать требования пожарной безопасности в случае восстановления пожара. Инспекторы пожарного надзора в очередной раз напомнили жителям края пожарной безопасности в быту и во время отдыха. Правила соблюдения просты, но стоит ими пренебречь, последствия фатальны. В период новогодних праздников резко возрастает число пожаров, связанное с пиротехникой, с электронагревательными приборами. Люди празднуют, бывают различные, уезжают к соседям, уезжают к знакомым, оставляют включенные электронагревательные приборы, что приводит к пожарам. Еще более опасны самодельные или самостоятельно отремонтированные электроприборы, а также излишняя нагрузка на старую и изношенную электропроводку. Главное управление МЧС России по Приморскому краю напоминает гражданам, основные меры безопасности направлены на предупреждение гибели и травмирования людей на пожарах. Важно помнить, что у каждого электроприбора имеется срок эксплуатации. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям. Коварны пожары, возникшие из-за печного отопления. Ввиду особенностей теплообмена и свой строительных материалов, зачастую они вспыхивают уже спустя некоторое время после фактического прекращения топки. Статистика показывает, что, как правило, это происходит глубокой ночью, когда жильцы дома уже спят. Летом, естественно, бочки с водой, они всегда у меня наполнены. А зимой огнетушители, снег, только так. Чтобы не были электроприборы дома, беспризорно оставленные. Конечно, пытаюсь соблюдать. Боюсь очень за то, чтобы с домом ничего не случилось. Особое внимание граждан инспекторы пожарного надзора обратили на недопустимость оставления малолетних детей одних без присмотра взрослых. Так, на новогодних праздниках в Большом Камне произошла трагедия. В пятиэтажном доме сгорела квартира. Со слов местных жителей и сотрудников МЧС, в квартире находились две девочки. Дети жгли свечи. Одну девочку удалось спасти, вторая погибла от полученных травм. Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.